Добрый день, уважаемые телезрители и читатели информационного агентства Хакасия. Сегодня мы в гостях впервые за все время введения наших видеоинтервью. Сегодня мы в гостях у человека, которого знает все полумиллионное население нашей республики. Представлять его долго не нужно. Это Владимир Николаевич Штыгашев, председатель Верховного Совета Республики Хакасия. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый день. Спасибо, что пригласили нас. Мы очень рады. Мы очень ценим это приглашение. Ну и давайте для начала я задам вам несколько вопросов, которые интересуют лично меня. Вопросы личные. Скажите мне, пожалуйста, когда вы в последний раз смеялись? Вот так, чтобы от души. Да, наверное, почти каждый день или через день. Иногда смеемся. Когда вы в последний раз плакали? Плакать я почти не плачу, к сожалению. Это, видимо, что-то такое. Давно, с детства. Может, было лет 70 назад. Может, плакал. Когда вы в последний раз поняли, что вас кто-то предал? Ну, предательство, оно сопутствует каждого человека. Смотря что считать предательством. Любое. Когда в последний раз это было? В последний раз это было, может, даже в этом году. В этом году? Да. Когда вы поняли, что у вас появился новый друг, помощник, человек, который для вас бесконечно дорог? Ну, это у меня, к радости, много часто появляется новые, которым я и доверяю, и ни разу не, ну, как говорят, не подвели. Чему вы сейчас больше радуетесь? От чего вы получаете больше удовлетворения? От политики, от детей, от внуков, может быть, от правнуков, тут я не знаю. От чего вы сейчас приходите домой вечером и говорите, слава богу, вот я рад тому-то и тому-то. Кто вам приносит сейчас больше радости в жизни? Естественно, самые близкие люди. Это мои дети, это мои сёстры, мои братья, ещё живых много. Это родные братья. Вот одна сестра у меня старшая, ей 80, наверное, будет 7 лет в октябре, с 32 года она рождения. И лет, когда мне было 5, она решила меня утопить. Шла суровые годы войны, естественно, я, наверное, за ней гонялся. Она мне лет на 7, старше ровно на 7 лет. И я, видимо, надоел. Она мне посадила, сплав леса шёл по реке, брёвна, плоты эти все и всё остальное, чтобы я упал и больше никогда не выплыл. Но я как-то выкороковался, видел солнце сквозь брёвна, это я помню. И каким-то образом, даже помню, кто меня помог вытащить. Табастаев Лев звали его, Линька звали, ну Лев. Отец у него фронтовик только что пришёл, крутой парень был, мужик. А там все фронтовики были, в каждом доме фронтовики. То есть радость, извините, буду перебивать, радость вам приносят сейчас в основном родные и близкие. Родные. Я искренне эту сестру люблю, даже съездил к Новосибирске. Она, у нас все долгожители работали, в смысле. Вот ей было 75 лет, она работает, рабочая. Она вот на лесокомбинате работала, она работала, вкалывала. В геологоразведке начинала я с ней, кстати, вместе мы работали. И вот, когда ей было 75 лет, она работала рабочая, ещё на пенсии не была ни разу. И ей стыдить в Новосибирске стали. Валентина, а что ж вы это, не стыдно вам работать? Она говорит, а что стыдно вам? Так возраст всё-таки 75 лет. Она говорит, что я бумаги перебираю у вас там в конторе, или что я делаю? Я вкалываю, работаю, ещё зарабатываю на трёх таких конторских, как вы. Хорошо. Да, и вот она как раз, ну я говорю, ну и что? Ну вот 60 лет исполнилось, как я, говорит, отработала, 60 лет. И ушла. И сейчас на ней и внуки, и правнуки, и все на руках, и всё великолепно. 87 лет. Хорошо. Это для примера просто. Япон, давайте теперь перейдем. Япон, спасибо вам за эти ваши ответы. Теперь перейдем к нашей политике. Ничего с этим не поделаешь. Если я не ошибаюсь, то 9 февраля будет ровно 5 месяцев после выборов Верховный Совет Хакасии. 19 февраля. 19 февраля. Скажите мне, пожалуйста, прошло 5 месяцев, практически прошло, что произошло тогда, в сентябре 2018 года, когда Верховный Совет Хакасии, Хакасии был избран, переизбран и стал похож, я не хочу обижать Верховный Совет. На маленький Майдан? Маленький, многие говорят, маленький Майдан, на одеяло. Да, я тоже слышал про это. И так далее. Что же произошло тогда, 5 месяцев назад? Как на эту вещь теперь смотрит председатель Верховного Совета после этих самых 5 месяцев? И тогда с пониманием и сейчас, с полным пониманием того, что есть. Избраны были депутаты от 7 политических партий. Ни одного парламента в регионах страны нет такого. В Думе только 4. Ну и в других территориях примерно 3-4, не больше. У нас 7. Вы довольны этим избранием или недовольны? Вот этим составом? Этим составом. В принципе, я даже больше доволен, чем недоволен. Почему? Я действительно, я от партии Единая Россия выходил. Хотя я был коммунист номер один в Хакасии, был, есть и останусь всегда. По убеждениям, по мыслям, по действиям, по заботе о людях. Вот это. А все остальное трепет, болтовня так это. Идет, ну, много говорят, что ни идеи никакой нет, ни морали, ни принципов нет. Хотя звания там и либеральные, демократические, коммунистические всякие. Там ничего нет, ни коммунистического, ни либерального. Это все для порядка. И вот это народ, который был избран, избрали председателем. А у меня особого и вообще желания не было. У меня есть столько еще занятий, чем надо заняться на земле, что надо успеть кое-что сделать в жизни. И вот, ну, так пришлось. В фракции «Единая Россия» было 19 депутатов, Компартия 16, ЛДПР 8, ну, и там более мелкие. Коммунисты России 2, Справедливая Россия, значит, даже патриоты, Ольга Шарковец, Валерьяновна, Олег Альбертович от пенсионеров. Ну, то есть представители семи партий. И надо было, в принципе, организовать их работу. Мои принципы и тогда были, они не сейчас. И в советское время не отличались. У меня в советское время Воротников, член Политбюро, Виталий Иванович. Ты, говорит, ты диссидент или нет на меня? А я был председатель облсполкома, председатель правительства Хакасии. Это был 82-й, там, 83-й и прочие там годы. И тогда распределяли путевки летом. Ну, отпуска начинались, Оставились там председатели, человек 40-50 от России. И он говорит, Владимир Николаевич, а почему вы отказываете? Вас три года предлагают в Фаросе, с женой, на 30 дней бесплатно. И я бы поехал. Да. Я говорю, Виталий Иванович, это, конечно, хорошо, но не обессудьте. Дело в том, что вот я подожду, как только все трудящиеся в нашей стране смогут с женами на 30 дней. Я в Крыму в жизни не был вот до июня прошлого года. Я вообще не видел Черное море. Это по поводу того. И вот, я говорю, как только все им будут иметь возможность, я последнюю займу очередь тогда. Но для этого надо 300 лет жить. Хорошо. Так вот, больше ко мне никто вопрос, диссидент или не диссидент. Верховный Совет Хакасии таким образом представляет из себя, насколько я понимаю, довольно боеспособную политическую силу. Вы управляете, точнее, организуете работу Верховного Совета Хакасии. Помогая, чтобы он заработал. Вы, проще говоря, вы дирижер. Вы должны быть над партиями, над системами, над принципами. Возможно, именно поэтому в этом новом составе Верховного Совета вы сложили с себя функции главы фракции. Или не поэтому? Да, совсем. Вот это придумали, я тоже информацию эту получаю. Сняли Штыгашева с фракции. Это агентство, там другие деловые информации сообщает. Я 4 месяца уговаривал партийное руководство Единой России, чтобы мне разрешили снять с себя эту должность. Объяснил всем следующим. Я говорю, многопартийный состав парламента. Председатель должен быть равноудален или равноприближен ко всем. Абсолютно. А не только на Единую Россию работать для одной фракции. Все должны быть востребованы. В чем я сближаюсь? Я вот сейчас всех, вот эти 4-5 месяцев, как вы сказали, 5 месяцев будет, 19 февраля, как избран был Верховный Совет. Ну, то есть, сформирован и комиссией, и председатели все. А до этого его не было. Вот мы работаем. Я всех просил, говорю, забудьте всех вождей партии, которые вас сюда делегировали. Или кого вы представляете. Сегодня запомните, главная партия – это избиратели Хакасии. Вот она партия главная. И вот мы этой партии, мы будем служить. Интересы ее отстаивать. Принятием законов, решений, которые бы они именно отставили интересы этих жителей Хакасии. Это наша главная партия. Именно поэтому я вас и спрашиваю, как служите. Ну, например, Хакасия вот уже 5 или даже 8 лет, как я здесь живу, не называется во всем мире Сибирской Швейцарии. Здесь появились угольные разрезы. Здесь появились другие экологически неблагополучные места. Здесь появились раззавалы, развалы. Горит уголь, выпускается алюминий и так далее, и так далее. Экология в Хакасии стала одной из самых больных тем в Сибирском федеральном округе. В связи с этим вопросом, как Верховный Совет под вашим руководством намерен, если не переломить, то хотя бы существенно проконтролировать ситуацию с экологией в республике? В принципе, здесь должна и исполнительная власть, не только парламент. Дело в том, что у нас никаких лабораторий нет, ни служб, которые ведут надзор, наблюдение. У нас же ничего нет. У нас там специалисты, несколько специалистов, которые работают в аппарате Верховного Совета. Попытки эти были за счет депутатов, но они потом закончились посадкой этих депутатов. Это не так просто. Значит, тут называют, кого-то там защищал. Я, кстати, защищаю всех депутатов. Всех. Меня не важно, с какой партии, от какой он там партии. Его избрал народ. Все-таки. Поэтому. И вот поручаю одному депутату, председателю комитета по экологии, слушай, съездите, посмотрите разрезы. Бардак полный, извините за выражение. И очистные сооружения не работают, и взрывы непрерывные идут, никеми не контролируемые количество взрывчатки и так далее. Поехали депутаты. Промерили. После этого возникло дело в отношении этой... Бригадира этой группы депутатов возникла. На месте. Оказывается, он оказал жене содействие, она у него индивидуальный предприниматель. И вот вроде бы как он где-то договорился, чтобы по дешевке или наоборот подороже сбыть там реконструируемые квартиры однокомнатные для муниципалитетов, для детей там, для других социальных нужд. Я задаю вопрос, а сколько средняя цена, которую приобретали? Говорят, 950 тысяч. Ну, однокомнатная там квартира. Я говорю, а он за сколько? Говорят, за 750. Я говорю, вот сволочь, как же он выиграл-то, а? Вот мошенник. Значит, и купили на просто. Сказали, ты что, жену хочешь подставить? Ты скажи, что с кем-то там поговорил, вот поэтому и там чего-то. Я говорю, конкурс же в газете открытый был. Кто там-то? Никто не скрывал. Сломали его, как бы, на рыцарских чувствах. Как же так? Жену подставят, ее на нары туда и под нары отправят. Все. Вот и нормально. Сейчас не знает, как это дело прекратить. И вроде бы больно будет. Он же потребует сатисфакцию. И вот, нет, нет, это чтобы вы понимали, ситуация-то какая. Конечно, не сильно-то бояться. Кто не понимает, я его завтра отправлю, он начнет проверять. Но это те, которые не понимают. А те, которые понимают, они уже не поедут. И все-таки, история с депутатом непонятна. Нет, я просто для примера это показал. Угольные разрезы в Хакасии, экология в Хакасии, ухудшение воздуха, атмосферы. Верховный совет Хакасии что-нибудь может предпринять по этому поводу? В ближайшее поле. Может. Почему? Может. Закон проекты, заявления, обращения в федеральное законодательство. Именно, прежде всего, этот ход. Но надо убедить представителей семи партий, некоторые против этого, куда-то обращаться. Даже так. Нельзя. И вот, а Верховный совет, это не я. Я-то напишу эти все обращения, отправлю туда немедля. Но дело в том, что не проголосуют. И это надо убеждать. Вот у меня и прошло боевое слаживание сейчас Верховного совета. Комитеты, комиссии сформированы. Я сейчас занимаюсь вот 4 месяца обучением депутатов. Они абсолютно не готовы.